Впервые за всю свою историю Одесский кинофестиваль пройдет в онлайн режиме, но торжественное открытие никто не отменял. Любимые ведущие уже на съемочной площадке. Ну что, посмотрим на подготовку. Структура фестиваля сохранена, а атмосфера перенесена в виртуальный мир. Именно так и будет проходить традиционный Одесский киномарафон в этом году. Власне, с этого года Одесский международный кинофестиваль, 11-й уже за счет, будет происходить онлайн. Это решение, которое приняла наша команда, несколько месяцев назад мы переформатировали способ проведения фестиваля, но таким образом, чтобы максимальная количество слушателей мало смогли переглянуть фильмы программы. Главная цель, по словам организаторов, не только сохранить привычную аудиторию, но и добавить новую. Из-за пандемии многие участники не смогли приехать в Украину, но современные технологии, как известно, стирают все границы. Видеосвязь посредством различных приложений поможет зрителям пообщаться с авторами фильмов. Мы очень надеемся, что переглядов будет больше, поскольку не нужно проездить в Одессу. Можно с любой точки Украины переглядать фильмы конкурсных программ. Впрочем, такое ноу-хау может и понравиться людям. Ведь каждый может следить за фестивалем дома, а атмосферу присутствия вживую создадут ведущие. Мы пытались, мне кажется, сделать все, чтобы глядач чувствовал оновленный формат кинофестиваля, но при этом он не чувствовал, что с ним что-то не так делать. Поэтому мы будем, конечно, в кадре, мы будем, конечно, на сцене Одесского оперного театра. Мы так же будем рассказывать, что мое побачить, отримать глядач, как он мое зареєструваться, как он мое подключиться до программы. Мы решили, что глядач одесский, звук, который приезжает на одесский кинтестуваль, что кроме кино, есть еще атмосфера. Мы очень любим Одессу не только благодаря памятникам и дюкам, этому мужчине, который 129 лет там стоит, но и еще улицам, запаху, который неможливо передать камерами, но, безумно, можно передать атмосферу и нашим восприятиям. Мы будем кроковать городом и людей еще больше запрошивать, такая туристическая складка до Одессы. Съемки торжественного открытия фестиваля уже начались. Работа кипит и ведущие сознаются, что скучали по фестивалю и готовы сейчас сделать все, чтобы создать праздник для зрителей, хотя бы через экраны компьютеров. Люди, которые слышали и поняли, что они не могут сегодня быть здесь, в гостях кинофестиваля, они сегодня имеют возможность открыть свои домики, открыть свои сердца и отримать на взамен кинофестиваль в гостях у себя дома. Несмотря на то, что красной дорожки на кинофестивале 2020 не будет, организаторы готовятся провести перформанс на Потемкинской лестнице. Причем Юлия Синькевич подчеркивает, что все меры безопасности, особенно социальные дистанции, будут соблюдены. Действительно, для нас было очень важливо зберегти таку визитовку Одесского кинофестиваля. Это великий киноперформанс на Потемкинских сходах, который, дай Боже, отбудется 2 жовтня. И где мы покажем фильм, который мы выбрали очень давно уже, на самом деле, для показа. Это фильм «Голем» Пауля Вегенера, 1915 года. Специально сделано аренжирование, оркестрирование для музыкального супровода цієї строчки. И мы сподеваем еще 2 жовтня, властно, можно будет его тут побачить. Напомню, 11-й кинофестиваль в Одессе пройдет с 25 сентября по 3 октября. Зрители ждут эксклюзивные показы фильмов со всего мира, в том числе победителей международных кинофестивалей. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.